Всем привет! В этом видео я покажу вам как подключить асинхронный трехфазный двигатель к домашней сети 220 вольт. Далее я покажу вам как проверить обмотки двигателя и два способа подключения. Это подключение звездой и треугольником. Так как в оборудовании этот двигатель будет запускаться без нагрузки, подключать мы его будем без спускового конденсатора. Проверяем двигатель, снимаем крышку. У нас здесь есть шесть выводов. Нам нужно найти три обмотки и проверить их целостность. Берем прибор и последовательно проверяем. Первая обмотка, вторая обмотка, ну и третья обмотка. И на всякий случай прозвонить на массу каждую из обмоток. Не запутали одна из них на массу. Все обмотки целые. Мы определили, будем считать это начало обмотки, это концы обмотки. Для подключения по схеме звезда нам нужно соединить концы трех обмоток вместе, либо планкой, либо собрать их вместе, прикрутить на болт. На свободные, на начало обмоток подключаем фазу ноль или наоборот, это не важно. На свободный вывод подключаем конденсатор. Второй контакт конденсатора на один из сетевых проводов. Но подключение по схеме звезда даст нам всего лишь 50 процентов от мощности двигателя, так как он рассчитан на работу от 380 вольт. Поэтому в моей ситуации лучше подключить по схеме треугольник, так как при таком подключении двигатель будет выдавать до 70 процентов мощности. Для этого нам нужно соединить конец первой обмотки через перемычку с началом второй, конец второй с началом третий и конец третий с началом второй. Получится вот такая схема. После этого мы подключаем также питание 220 вольт и ставим конденсатор. Вот так выглядит уже собранная конструкция. Все обмотки соединены последовательно через перемычки, как на этой схеме. Здесь два первых контакта мы подключаем сеть 220 вольт. На свободный вывод мы подключаем конденсатор. Если вам необходимо, чтобы вал двигателя крутился в другую сторону, второй провод от конденсатора вы просто переключаете на другой контакт. Этим вы можете изменять направление вращения вала. По поводу конденсаторов. Хочу вас предупредить, конденсаторы имеют свойство длительное время сохранять заряд. Это опасно для жизни. Этот двигатель 1100 ватт, 1400 оборотов в минуту. По моим расчетам для стабильной работы он должен иметь рабочий конденсатор 54 микрофарада. Я начал с 50 он нестабильно запускался. Я добавил еще один. При 60 микрофарадах он работает отлично. Если вам по какой-то причине нужно будет поставить пусковой конденсатор, вы просто добавляете в схему еще один конденсатор, но через кнопку без фиксации. При запуске вы нажимаете пусковой конденсатор, двигатель запускается, если он работает под нагрузкой, потом вы отпускаете. Конденсатор ставите сюда, подключаете получается параллельно рабочему конденсатору. Давайте перейдем к проверке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В одном из следующих видео я покажу вам как сделать недорогую и эффективную защиту от перегрузки двигателя по току. Надеюсь это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА